1 марта 2016 года компания DJI представила свой новый квадрокоптер Phantom 4. С вами канал RC Russian Sport и в этом видео я расскажу вам о всех новых фишках данного квадрокоптера. Ну что ж, посмотрев официальный трейлер DJI Phantom 4, можно понять, что у него появилось огромное количество новых функций, а в связи с этим количество мест, где его можно использовать, гораздо взросло. Одно из главных фишек нового квадрокоптера Phantom 4 является то, что его оснастили несколькими ультразвуковыми датчиками, а также специальными камерами, которые рисуют именно физическую картинку перед собой, и таким образом квадрокоптер может спокойно облетать любые препятствия без вашей помощи. В прошлых версиях линейки Phantom у квадрокоптеров была такая проблема, что при функции возврате домой, они возвращались на точку взлета только на одной высоте, которую вы могли указать заранее. И в связи с этим квадрокоптер мог наткнуться на любое высотное здание, дерево или что-то еще. В четвертой же версии такого больше никогда не повторится, так как даже при функции возврат домой, квадрокоптер сам может изменять свой маршрут, облетая любые препятствия. Как мы видим из трейлера, он отслеживает даже ветки деревьев, что просто нереально круто, потому что раньше, чтобы полетать в лесу, нужно было полностью контролировать свой полет, иначе вы наткнетесь на первое попавшееся дерево и ваш квадрик упадет. Еще одной новой фишкой данного квадрика стало то, что у него появилась функция следуй за мной. Да, она уже была, скажете вы, но в этой функции квадрокоптер мог лететь только за аппаратурой управления. Ну а в новой версии квадрокоптер может лететь совершенно за любым объектом, который вы только пожелаете. То есть вы можете просто выделить пальцем на вашем мобильном устройстве объект, за которым вы хотите лететь, и ваш квадрокоптер сам за ним полетит, что еще больше поражает в возможностях Фантома 4. Стоит поговорить о камере, потому что ее коснулись тоже некоторые изменения, она также снимает в 4К, у нее также есть трехосевой подвес, и у нее есть те же самые функции, которые остались от Фантома 3. Единственное, что мы теперь не видим площадочки, на которой держалась камера, и она, как я понял, спрятана в корпус. Еще одной замечательной особенностью, то что DJI увеличила полетное время Фантома 4, и теперь он может летать аж до 28 минут. Еще хочу отметить, что у нового DJI Фантома 4 появилась новая функция под названием спорт, при которой он может летать со скоростью до 72 км в час. То есть это как такой средненький гоночный квадрокоптер 250 размера. И при этом в камеру не будут попадать случаи, что очень классно, и можно делать просто обалденные кадры, которые просто завораживают. В конце давайте поговорим о цене. Цена данного квадрокоптера составляет 1399 долларов, что в переводе в рубли это где-то 104 тысячи рублей с курсом долларов 75 рублей. Цена не маленькая, но зато она не выше цены DJI Фантом 3, что тоже очень хороший плюс. Ну а на этом я сегодня с вами прощаюсь, ребят. Сегодня мы посмотрели новинку DJI Фантом 4. В итоге хочу сказать, что это отличный квадрокоптер за свои деньги. С вами был канал RC Russian Sport, подписываемся, ставим лайки, подписываемся на группу ВКонтакте. Всем хорошего настроения, удачных вам полетов, ребята. Всем пока!